Лето закончилось, ремонт в кафе, где снимается наша программа тоже, слава богу, сейчас мы входим в нормальный рабочий график. Прошу у всех прощения за нерегулярность и начнем по традиции с рывков и прорывов. Банк ВТБ ввел драконовскую комиссию за перевод платежей в Китай, чтобы вы понимали, это не НАТО сделали, не Байден и неплохие злые европейцы, а наш родной ВТБ, но обо всем по порядку. Итак, пока Владимир Путин и другие российские чиновники радовались тому обстоятельству, что более 90% торговых расчетов между нашими странами ведутся в национальных валютах, братья-китайцы подложили свинью. Примерно с конца весны все чаще в СМИ стали мелькать такие вот заголовки, мол, банки из Поднебесной отказываются сотрудничать с российскими бизнесменами, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи в юанях из России. Как пишут известия, речь идет о ICBC, China City Bank, Industrial Bank и Bank of Taichung. Издание напоминает, что ситуация с платежами из Москвы в Пекин резко ухудшилась в конце мая. Собеседник газеты уточнил, что не прошло четыре из пяти платежей. Гендиректор делового совета при торгово-промышленной палате Алексей Егармен информацию подтвердил. По его словам, особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты могут пропустить. На помощь тогда пришел Костин со своим ВТБ, а точнее дочка ВТБ в Шанхае осуществляли платежи через них. Но, как любит говорить Юля, в какой-то момент что-то пошло не так. И в последние августовские дни Костина компания обрадовали наших предпринимателей. Мол, где теперь? За помощь с переводами отстегивать придется чуть больше. Взяли, да и объявили о дополнительной комиссии. Причем сразу, шестипроцентной. Дядь, добавить бы надо. От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Я не стану вас грузить всеми тонкостями и нюансами экономических процессов. Скажу только, что до сегодняшнего дня, в смысле до 1 сентября, предприниматели отдавали банкиру Костину за посредничество 0,2% за исходящий перевод и 0,15% за входящий. Теперь будут сразу шесть. То есть, в 30 раз услуга подорожала. Внимание, вопрос. Как думаете? К чему она приведет? 3, 2, 1. Правильно. К очередному росту цен на импортные товары в первую очередь. А учитывая то обстоятельство, что от импорта мы с вами зависим, ну в смысле Россия, на 70% и даже больше по некоторым отраслям подорожает вообще все. Причем конкретно подорожает. Сегодня средний смартфон в магазине стоит 18-20 тысяч рублей, будет 25-30. То же самое с оргтехникой, с автомобилями и запчастями к ним, с авиадеталями, всякими чипами и прочими железяками для компьютеров. Да и ширпотреб туда же и никуда ты нафиг не денешься, потому что при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Это реальная журналистика, прекрасная, да, Люка? Ну что ж ты так жестоко, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Слышу, вон кто-то мне снова оппонирует. Че ты опять краски сгущаешь, правители ж? Наши уже нашли выход из создавшейся ситуации. Предложили работать с теми же китайцами через товарообмен по бартеру. Ну то есть это когда не в валютах расчеты идут, а башь на башь. Мы им какой-то товар, а не нам какой-то товар. И вроде как санкции в этом случае действительно нипочем. Члены моей семьи, говорят уже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно. Но это не значит совсем, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Английский язык – это великий язык. Ладно, эта шутка сейчас была. Давайте всерьез рассмотрим ее версию с бартером. А заодно подумаем, какие такие товары мы сможем предложить китайцам, чтобы у них аж зубы свело. Чтобы им прям было надо вот это вот. Может быть что-то из области технологических разработок. Так нет у нас никаких технологических разработок. На минувшей неделе опять вон грустная новость прилетела. Очередной мегапроект печально известного «Роснано» накрылся медным тазом. Речь о российско-французской компании по производству как раз тех самых чипов, нашинских. Импортозамещенных, которую, к слову, российская сторона ввалила более 100 миллионов евро в свое время. И вот теперь компания та банкротится. Чипов, разумеется, никаких не будет. Деньги, как обычно, профукали. Ну, моя любимая история с тем же самым школьным планшетом от Чубайса в тысячный раз повторяется. Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам до шестого класса. Что еще? Автомобили, может быть? Или там самолеты? Так у нас и этого тоже нет. У Автоваза одна проблема сменяет другую, и это уже стало системой. Россказни о самолетостроении также оказались пшиком. По хваленному проекту МС-21 ничего ведь до сих пор толком не сделано. Даже если верить пропагандистам, там на стадии сборки всего шесть лайнеров. А лайнеров в цехах в данный момент находится шесть, ребята. С сухим суперджетом не менее печальная история. Несмотря на то, что Россия врюхала в разработку данного проекта миллиарды долларов по разным оценкам от четырех до пяти, а может быть даже и больше. На выходе оказалось, что он наш да не наш. То есть болты и гайки, конечно, наши, а самое главное технологии. И все остальное, что делает самолет самолетом, заставляя его летать, осталось там, на загнивающем западе у бывших партнеров. Господи, да мы даже запчастей толком под данный самолет сделать не в состоянии. Что там запчастей? Обслужить его не можем. Помните, ну, скажем, катастрофу 12 июля под Коломной? Так вот, МАК на днях опубликовал промежуточные итоги расследования. Готовы! Причиной крушения лайнера в Подмосковье стала неверная установка датчиков угла атаки. О как! Съездили, блин, отремонтировали! По некоторым данным, катастрофа произошла, когда самолет развернулся и направился на Луховицкий аэродром Третьяково. До взлетно-посадочной полосы оставалось два десятка километров. Летчики до последнего пытались увезти машину от населенных пунктов. Лежу за гораю, смотрю, слева от меня летит огромный самолет. Такого сероватого цвета, будто пассажирский. Гул сумасшедший. Непонятно, то ли запустили в нас что-то, то ли самолет падает. Но летел уже носом вниз, вдоль огромного поля. Думала, вот-вот сядет. В общем, слышу звук ненормальный, видно, что было падает. Потом прям минуту, наверное, сполыхнул огромный такой черный такой дым. Ну так и что мы им можем предложить-то китайцам в смысле в качестве товара обмена по бартеру? А я вам скажу, что, например, золото. Хотя о золоте поговорим чуть позже, в следующих выпусках. И да, лес! Сибирь будем вырубать и продавать им туда. Вернее, даже не продавать, а менять. На дешевый китайский ширпотреб. Мы и так этот лес вывозим в Китай долгие годы в невероятных объемах. Правда, украдкой, теперь зато и вовсе нам предлагают сделать все это официально. Причем никто не будет предлагать, чиновники наши. А значит, объемы станут вообще ужасающими. Лес здесь валят везде, любой, без разбора. Лиственницу, сосну, березу, что угодно. Валят лес даже в водоохранной зоне. Вот там вот протекает река Охорка, но это никак не останавливает лесорубов. Золоринский район Иркутской области уже несколько лет снабжает Поднебесным лесом. Еще совсем недавно все местные деревни были завалены кругляком. Но сейчас его складируют вдоль так называемых технических дорог, подальше от личных глаз. По дороге к одному месту рубок увидели и другое. Всего в 300 метрах от деревни Хортогна. Здесь лесорубы отработали ночью, только что выехали. Колья еще совсем свежая. Один вопрос. Мы что своим детям оставим? Кто-то в принципе об этом задумывался? Как индейцы страну за бусики продадим? В нашем случае за китайские приемнички, за китайские телевизоры сомнительного качества, за их как будто бы машины, которые разваливаются уже через полгода после покупки. Вот за это. Почему русского человека ничему не учит история? Мы же уже один раз профукали наследие огромной страны не так давно. Но, к слову, да, я сейчас про 90-е годы говорю и про наследие СССР тогда. Россия меняла действительно что-то ценное. На жвачку Дональд, на дешманскую спиртягу Роял, на автохлам с помойкой Европы и Японии. Можем повторить? Вот мне понравилось, как этот мини-министерство иностранных дел. Я сразу, когда задавал вопрос. Подождите, Дмитрий. Ну, вот он нас называл лучшим другом. Другом и братом. Другом и братом. Я говорю, поясняю для тех, кто на бронепоезде. Работаю, я там первый раз, я там появился в 95-м году. Работаю уже 18 лет. Там друг и брат, это фигура речи, но не более того. Она не означает ничего. И тут официальное лицо говорит, а это не означает ничего. На самом деле мы не поддержим ни этого, ни этого, ни этого. Как говорит мой приятель, крупный бизнесмен, что когда мне говорят друг, это значит, говорит, меня хотят обмануть. Точно. Когда меня назвали братом, значит, уже обманули. А что же наши чиноши, которые всем этим должны заниматься в силу занимаемых должностей, простите за тавтологию, самолеты и ракеты строить, машины делать, которые десятилетиями нам обещают прекрасную Россию будущего с прорывными технологиями, аналог гаванетами и прочими плюшками. Никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. И в этом уверен. А тут, ребят, вообще укатайка. Я писал об этом в своем телеграм-канале. Кстати, подпишитесь, кто еще не подписался. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Так вот, только держитесь за что-нибудь покрепче. Роскосмос тут и выдал намедение, что собирается строить на Луне. На Луне. Атомную электростанцию. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я тоже офанарел, когда он ее прочитал в новостных лентах. Атомная электростанция на Луне. Кому она нафиг там нужна? У нас на Земле все еще пол России отапливается углем или дровами. У нас до сих пор существуют населенные пункты, куда не оправили электричество. Ну или оно там уже все настолько старое, древнее, что можно считать, никакого электричества в тех населенных пунктах нет. У нас беспилотники изо дня в день разрушают что-нибудь стратегически важное. И все это потребует ремонта обязательно. А мы на Луне АЭС строить собрались. Ага, заняться больше нечем. Сразу почему-то вспоминается вот этот вот прекрасный фильм, который, ну, типа в космосе снимали. Вы его, кстати, смотрели? Ну, барахло же фильм-то получился. Я и половины не осилил. Зачем снимали? Кучу денег угрохали? Было бы на что. О, значит, острая тема. Помним мы историю с крушением аппарата Луна-25, который разбился при заходе на посадку в августе 2023-го? 50 лет тот полет, блин, готовили, и что? Не прошло и года у ребятишек новый проект века, который тоже будет стоить кучу бабла. Слава богу, нашелся один смелый и умный человек, один единственный на всю страну, впрочем, который сказал, это авантюра. Скорее всего, ничего не получится, а деньги опять профукают или попилят. Причем, давайте честно, все ведь об этом думали. А озвучил он и один дядька. Один адекватный чувак во всей стране нашелся. Ну, правда, уже невозможно бредный наших чинуш слушать. Ладно. Продолжим в следующем выпуске. Время. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.